здравствуйте уважаемые сети зрители я николай пивненко это программа есть такая тема и в этой теме есть такой гость которого зовут юлий гусман то что я подумал если долго долго представлять мы потратим время немножечко зря почему потому что обо всем этом мы поговорим сегодня это редкий случай когда мы не пригласили вас обсудить какую-то проблему конкретного и высказал выслушать ваше мнение а просто немножко поговорить о гусмане почему бы и нет что вот приятие чем предпраздничный вечер конечно онлайн-тв и покрыть о гусмане с криком все назад они вырубают телевизоры с крика господи нашли о чем говорить давайте но она да надо и надо есть приказ то у вас особо администрация президента сказал надо все серьезно говорится приказ был вот если приказ будет вы будете выполнять его вы человек его это вы выполняете я 10 визор я не онлайн я гость вызывают за бабки 600 рублей час и я серьезно конечно вас немножечко это низкие ставки до низкая старость до войны я или сам очень но все-таки а пытаюсь я понимаю что с вами невозможно говорить серьезно и я не хочу я же такой идиот похоже нет 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 я хорошая я сразу хочу сообщить телефон всем нашим сети зрителям 8 499 918 43 78 это если вдруг возникнут вопросы по телефону можно прямо позвонить а также работает наш наша видеоконференция онлайн-тв дефис ру зарегистрируйтесь тогда вот с помощью фантастика слова дефис 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 подо мною один выше я стою над дефисом так поехали дефис и сам скажите пожалуйста ваш год этот особый 2013 как вы считаете о да во первых у меня день рождения юбилейный это жутко сказать то мне исполняется уже там достаточно симпатичный лет а вот в чем разница вот когда переходит юноша 20-30 30-40 40-50 и 60-70 в чем разница хотите верти хотите нет я с девятого класса вообще не меняюсь так то есть я стою с толще худее сидея мордея но вот информации к что гораздо больше умений там знаний но вот с точки зрения ощущений я вот я вот такой да вот еще в 10 класс то есть правильно говорят да что если чек немножечко остается вот ребенка 9 класс это все-таки еще ребенок и ребенок я был такой уже такой уюю можно за ребенок дождусь ну говоришь и только волоком слова школы но комсомоле до выдают могли далеко бы пойти если бы я пошел куда дальше все больше дальше еще дальше уже тупик ck компарте азербайджану почему бы нет нет это уже не то почему а это не мое место было ck компарте это не то комсомол в азербайджане когда-то была замечательная души на такая организация где ты можешь заниматься общественной работой и претендует на оплату и карьеру да это я всегда этим занимался но вы занимались оперативными отрядами насколько я понимаю я не занимался я камеру 17 лет так я очень не любил хулиганов а город баку был замечательный теплый светлый действительно интернациональный действительно это не легенды самое лучшее море самое лучшее небо самый лучи фрукты самый вкусный песок не на вкус а так по запаху а я как собака все назад до зрями чувствую все замечательно в городе но у нас как как в городе было как всюду много шпаны так до танца все все обидел вас кто-то нет обидеть меня было невозможно просто я все такой здоровый был как вы николай примерно я обижать было тяжело не в этом дело я просто когда-то и решил тогда было очень модно разговоры шли о комсомольских оперативных отрядах тогда я создал комсомольский оперативный отряд а цыка комсомол азербайджана причем состоял только из ребят такими лет гораздо интересней во-первых там были все ребята только студенты или там выпускники около 100 ну да да то есть там это было очень интеллигентные люди потом там не было никого кто бы этим занимался из идеологических соображений там стиля главить только так и во вторых мы сами себе придумали форму из белых сорочек мы вшили здесь слово оперативник как кубинский команды знак мы здесь делят тоже свои а камера бирки билеты синие все купили за собственные бабки между прочим да то есть был отряд сделан ради формы или форма ради отряда а отряд я бы хотел сказать чтобы был для про формы нет но на самом деле это мы сделали потому что энергия била через край а к вы да еще не было к вы было куда к вы появился а нас боялись тогда интересно там хулиганы бы приезжают любые самые заброшенные клубы танцы и потому что знали что мы денег не берем хотя вокруг все брали бы например машину гаи бы машину тормозили ну правда свету и передавали гаи ага и брали бабки отпускали и спасибо а вы не знали ничего но уже потом шестьдесят четвертом году из эти молодые многомиллионная аудитория сети визора я вам скажу что шестьдесят четвертом году это было очень давно баку впервые принял сигнал тизионный из москвы да было такое деле вдруг перед нами открылся целый мир вот давайте мы сейчас просто напомним о нашем уважаемости зрителям у нас же телевизионный сейчас вариант разговор сюжете маленький да я прошу к в нам включить просто как ну наверное в 64 правда ты чуть чуть позже там вся пятый год как это может быть видели в баку в том числе и вы начинался один из финалов это еще мы были в баку так и вот это мы все увидели а еще мы увидели голубой огонек а еще мы увидели концерты посвящены то первое вообще вдруг это труба этот телевизор открыла большой мир я скажу что город заболел кого это просто заболел а я уже до 65 году хотя я даже не закончил бедный институт меня взяли на работу в цикла комсомола азербайджана в отдел студенческой молодежи причем даже сказать что это вообще первый случай когда я учился в институте ядрена пришли решили приезжать на работу после красиво после там двух часов и в баку стали реальность стихийно возникать всюду команды у нас даже приветствия потом была такая фраза квн бакинский просит слова клубы скб и промысла потому что все играли в квн ну и я стал упорядок пытался упорядочить подмять это дело нет наоборот развить развить и превратить это в то что похоже на москву и мы стали впервые шестьдесят пятом году показывать по азербайджанскому телевидению у нас были прекрасные сценарии у нас было великолепное оформление у нас было замечательные идеи то есть москва отдыхала на мой взгляд во многом отдыхал полете но например у нас был кого-то посвященный аэрофлот билеты были сделаны виде авиационного билета с багажной квитанции по рядом ходили девочки наши костюм у стюардесс раздавали корабель взлет все как положено да вообще-то было все то есть вы очень хорошо там сделали бы работали в дыка и велича на боеве это бебе и бат это такая . на городом было далеко от центра идти до центра полца пешком куда выходили и вот тогда я поехал москву привез оттуда значить всю московскую команду бы их шикарно принимали сохранились кадры где комсомольский оперативный отряд ck комсомола и к вы щеки парадом идут мимо гостей которые приехали а они проходят через ряд шампуров шашлыка пикант спаги и приветствовал среди дочь там был придумали целое централизованное представление все это очень понравилось и нас пригласили в москву и началась эпопея и вот шестьдесят седьмом году мы победили и больше никогда никого ничего не проигрывали потом мы победили в семидесятом году уже кубок чемпионов квн был и нас качество здесь с много лет уже в жюри квн да и хотите верьте хотите нет я когда играю команду ощущаю что я вместе с теми там на сцене это я думаю спортсмены я вот так думаю что спортсмены которые сохранили любой спорт и уже активно не занимается там работают тренерами там или просто болеют они эти пассы эти мячи которые летят эту шайбу они ощущают как мышечную радость кигал павлов вот я также ощущаю квн меня часто ругают что я меньше смеюсь чем остальные бы актеры по жюри я не могу смеяться вот просто я просто не так за них более кажется что вы всегда смеетесь пару раз я правда видел такой очень жесткий взгляд гусмана такой прямо вот и было ощущение ну что вот все так переживаю когда плохо потому что к вэн же это сейчас его ругают часто что не в тот что он не тот но на мой взгляд квн уникальное явление и не только потому что это самый это единственная передача советская российская которая своя формата единственная которая живет 52 года это единственная передача которая породила все юмористические передачи сегодня кроме кривого зеркала петросяда все остальные программы и не только юмористические не только развлекательные все выпускники академии квн на сада масляков но говорят этот образ жизни говорят но это самое главное что вот каждый год вот из-под асфальта записи городские цветы вот из-под а вот откуда-то появляется казалось бы все сказано все сделано все спета все про хрюкали про кукарекали и появляются новые команды которые делают дырочку в этой стене и просачивать и начинается новый новый талант люди мне кажется этой последний лифт социальный или культурный который вообще остался потому что как ни что не говорить о советской власти там были станции юных техников дворцы пионеров станции юнатов клуб филателистов пускай это было примитивно плохо до партии комсомолы и пионерская организация хотя бы вектор обозначала там дружба народов вы знаете что сейчас делаем я на некоторое время так неожиданно я так думал мы в какого и не чуть позже поговорим нельзя не поговорить с гусманом кого не а вы так сразу как жилось и говорим сейчас вернемся несколько рай в несколько раньше да посмотрим один маленький фрагмент советский фильм про баку для меня баку все потому что то во первых 150 русской там 15 по 15 12 поколений моих предков так баку в середине 18 19 века приехали гусманы первые даже на кладбище в баку есть плита клей на гусман это про-про-про-про-про-про-про-про-про-про-про бабушка которая перетащила 1300 году она уже умерла там вот по сплитам это вот интересно приехали из могилёва и счауса вас тоже еврейское россияне россияне было все вроде белоруссии там где где была черта седлости когда разрешили евреям селиться в индустриальных центров которые поднимались могу же было окраина империи и там был этот дать начинался только индустриальный бум нефтяной бум и туда разрешили учиться работать и ехать и практически вот там и дедушка и бабушка и прадедушка и прабабушка и папа мама все бакинцы и я вам скажу что баку совсем другой сейчас город вы не были в баку я к сожалению не никогда не было никогда не было а это очень интересно обидно если вы были бы лет 20 назад даже 15 и сейчас вы баку вы почти бы не узнали вот я коренной бакинец теряетесь я тоже теряюсь я просто обалдеваю просто я однажды визжал город по роскошной шестиполосной новой магистрали из аэропорта а я каждый угол в баку знаю наизусть каждый старый название улице дома назвали улице средние дамы сюда я въезжаю туда и я не понимаю что это за по дороге микрорайон сайт роскошные дома поселок мультина нет это не построили целый вот он дамов 30 20 40 округа дамов адача не заселены на въезде в город который просто подращивал жалки кита ты лачуги рабочие там аж нестили все еще не почти там просто очень красиво и вообще центр очень здорово все сделала а баку вот сейчас показывали советская пропаганда показывал значит баку но действительно был хороший город вы знаете вы действительно вот я могу сказать это не то что воспринимает то что как бы в молодости и водка была крепче и его было более сидя но на самом деле баку был замечательный город он и есть замечательный бакинец я конечно я коренной бакинец я по духу бакинец я вот москвичом стал ну я уже маски 40 лет поэтому я бакинский москвич можно так сказать не знаю я вообще этого не понимаю мне кажется что я бы хотел бы быть парижанин и австралийцам я серьезную не вот очень нравится я бы вот вся долл как интересно было бы бегать за утром за круассаном сим свое свое там брода до угол свою французскую булочную или покупать багет я бы с удовольствием до 1 в лондоне ощущал себя не просто приехавшим купившим собственность недвижимость а вот чувство лондонцев с традициями газетку моя дочка замужем за английским лордом была одну так как сейчас лордов там и нет наследственных но он вообще наследство лорд кембридж и я буду как интересно быть англичанином москвичом киевляниным бакинцам и вообще мне кажется нет вообще стран или нету мест которых ну кроме каких-то жутких районов мира о которых не хочется говорить и как став сюда будет интересно прожить бы много-много жизней и когда раз вот не просто туристом приехать в сидный а как бы пересла перестроился раз и а вот и вот кого-то с нуля там школу ходить такой человек человек мира нет чек мира это сегодня легко сегодня чего не стоит быть человека мира потому что ну купи билеты путешествую взять из такой круизный лайнер называется the world мир вы знаете там живут люди огромный корабль он все в пути у тебя там квартира он причаливает в канн на калске фестивале а вреда дыры до скандала грамма какая программа у людей ты можешь улететь я взял я бы нет это бедовят убачь всякий я совсем уж я прошу прощения по телефону 8 4 9 9 918 43 78 украина с нами на связи вы не против не лондон правда и не париж как вы хотели но украинское сало с горилкой да это здорово есть только это не сидит за за стеной человек нет нет я из украины доброго дня вы меня слышите здравствуйте как вас зовут сергей из днепропетровска слушаем вас сергей да вот да вот хотел бы поприветствовать особенно вашего гостя здравствуйте или толомоныч сразу хотелось бы сказать за то что вы есть мне посчастливилось вот как и вам играть в квн и хотелось бы вообще отдельно от всех днепропетровских ковринщиков передать вам большой большой привет ну и конечно же если вы не против вот выйти мы конечно коврину потрагивали но хотелось бы несколько вопрос если можно во первых большое спасибо за то что вы дозволились во вторых у вас была замечательная команда квн одна из самых сильных но правда квн после возрождения пусть вот шестого года они до сих пор еще да они по-моему сохранились еще как театр мне кажется спасибо а вопрос какой у вас был а что за слухи не тот чтобы точнее что да это я понимаю спасибо сергей спасибо сергей я щасом слова скажу действительно вокруг квн и существует и существовало практически с того времени когда он один суп я я 1 квн 61 62 63 года не видел за этого не отвечает с 64 года по сегодняшний день я практически ну внутри этого замечательного дела я вам скажу что много слухов первое кто пишет к вы ищиков во-вторых что кого значит что квн и значит как они получают как и зарабатывают как то происходит все это я вам скажу что потом есть такая устойчивая легенда что квн раньше был у ю ю ю и а вот сейчас вот нашего а сейчас уже не тот кстати вот тема последнего сезона часто называется команды уже не тот вот сейчас мы играем его я вам скажу квн самое удивительное что на самом деле практически тот то есть как и футбол вы знаете футболе было дубль в там 4 4 защиты всякие всякие схемы но очень консервативная игра футбол и как ни странно квн если вы сегодня к вы щеки моего поколения 50 лет назад мы посмотрели бы его мои сказали что кэш квн хотя в нем что-то стало лучше что-то стало хуже и меньше лучше стала скажем так актерское мастерство музыкальность размах красота широта вообще лучшие команды сегодня представляет из себя готовых готовые звезды для любого канала они потихонечку я не так прощается а вот что стало хуже конечно это с импровизацией но сегодня я думаю зритель бы вот избалованный гигантским потоком разного уровня разного класса и разного вкуса шуток юмора шуток юмор 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 все остальное как бы вот все остальное незаметно и вот сегодня импровизация наверняка не прошла бы потому что ну вот я приду просто несколько примеров самых лучших импровизаций которые я слышал не которые вошли в антологии учебники квн например куда макар телят гонял ответ откуда после выгонял зал умирал тогда это одна из классических шуток я не думаю что сегодня эта шутка бы сильно бы порадовала бы жителей необъятной империи перескали переевший юмора были импровизации очень хорош например я сам при мне был такой капитан по моему кстати днепропетровской или что-то я путаю саша янгель сын крупнейшего ракетного конструктора янгеля из днепропетровска статья да да значит так как раз и днепропетровска но я вспомнил это без связи с вашим городом он при мне за три минуты гуляя и кусая ногти гуляя по фойе театра написал такую шутку вопрос был есть ли жизнь на марсе он написал чтобы ответить на вопрос я послал на марс запрос через час пришел ответ не волнуйтесь жизни нет хорошая шутка хорошая могу в эту свою провести импровизацию в конкурс команды вообще-то у меня есть несколько просто не хватит времени для всего остального но коротком коротко не получается потому что кратко не получается ни кратко не коротко потому что сестра талант это не моя сестра у меня другие сестры и там кратко снимая сестра там был конкурс с андреем мельчиковым с командой миссии московской ваш корабль тонет ваши действия я написал за три минуты сидели такой стишок родной корабль уходит на дно вместе с лоцманом лотом и лагом а рядом тонет еще одно под гордым андреевским и узора дэй андреевский флагом ты пишешь диплом имеешь детей и тьму кв ский заслуг позвольте тебе уступить андрей место в шлепке и круг порти друг всегда а дальше сказать следующую фразу а мне не страшна никакая беда с меня как сгуст вода вода но вот шутку с меня как сгуст вода врать не буду мы придумали заранее этого заготовка понятно тоже такого уровня шутки нельзя придумать доходу завершая вот эту тему правильно я понял что квн тогда сегодня можно назвать так клуб веселых на вот находчивые все таки это потому что вот нет такого чтобы дали команду а вот сейчас такая тема да и ребята подумайте пять минут придите и ответьте конкурс разминка не всегда удачно проходится глаза но дело в том что все равно элемент находчивый стиль нельзя исключать потому что главное в к вене мне кажется еще это соревновательность что по-прежнему это битва вы просто хочется понимаете чтобы из 90 процентов заготовок заготовок было хотя бы 70 от 30 было бы вот на лету большая большая проблема не только кв на кстати на мой взгляд это проблема вообще у пардон искусства до умения выйти в экране выйти на сцене и импровизирует не знаю согласитесь многие богаты провизируют дело в том что зритель не готов не уж вы знаете когда ты все живешь в ресторане с роскошными блюдами у нас в ресторане заживу как у нас у нас я назову на вскидку 10 программ отдаешь молодежь до 6 кадров от кривого зеркала до отшлага от уральских пельменей до комедий вовод комедий club комедий опыт battle вот еще еще повторяется огромное количество и перекормленный сегодня зритель качество а вот а вот и слова юмор который вы так часто употребляли вот на мой взгляд как раз юмором не перекормлен юмора как раз мало мало много дело в том что даже если много вкусных суши или пельменей или шашлыков и но вы больше трех шампуров 10 съемки ну 5 а потом сюда остальные завтра ну вот завтра хорошо я прошу прощения нас на связи skype сейчас я так понимаю наша связь видеоконференция правильно да так ну покажите нас кто у нас на связи сейчас здравствуйте вы меня слышите покажите нам пожалуйста как вас зовут меня зовут дарья я из москвы во первых очень рада что имею возможность задать вопрос безмерно честно если вам огромное вам спасибо за ваше творчество за ваш вклад в кинематологов вклад в квн я к сожалению не имела возможности играть в квн но я являюсь большой поклонницей игры и у меня скорее просьба а не вопрос по поводу как раз квн а вы рассказывали только что по поводу импровизации по поводу юмора были как любой программе и казусы можете вспомнить какой-нибудь интересный казус который случился на программе спасибо большое такое ощущение что вы специально вопрос задаете потому что я всегда об этом рассказываю всюду где выступаю даже за границей вот рассказываю камешки давайте казус нет и свеженький у меня свеженьких нету это к квн с кассы со мной были такой у нас был квн литературный надо воспомнить цитату вот тогда были такие и наш противник придумал это была команда бифи придумал цитату 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 в цитате то есть не просто строчка из поэта а например так там типы на меня спросили в осаду ли в огороде это просто песня и как ни странно я сразу догадался сразу сработало я стоя на сцене капитан а за 30 секунд за мной команда я вспомнил что это это сказка о цитате салтане белка семечки грызет орешки грызет поет песни поет в осаду ли в огороде вот там так я пошел команде и команда говорит мне сказка о цитате салтане белка я все это знаю и довольный и счастливый иду побеждать а когда когда мне было страшно я одевал 32 зуба такие чтобы как бы не показать что мне страшно рот пересох а это черная труба прямой же эфир это же было три часа прямого эфира я и сейчас увидит то ли ты умница то ли ты дебил и мама и девушка и друзья и брат я выхожу и говорю пожалуйста повторите вопрос из и делаю главную свою ошибку который нельзя делать смотрю в эту трубу а это бывает иногда так страшно когда сложно и вдруг у меня вылетает из головы заготовка не заготовка это цитата который я сдал вот все было black blackout затемнение вырубили свет я понимаю все это катастрофа на глазах всей страны команда отгадала ее капитан дегенерат вышел и не смог повторить то что он сам знал и от отчаяния просто от отчаяния а я уже был то популярный капитан к в это же был не первый сезон я вышел и говорю да промолвил царь князь гвидон это он и показал на капитана фибу агонского зал зашелся от смеха жюри упала в оборок от счастья они решили что я не только догадался но я еще решил использовать второй и третий круг ассоциации и не просто процитировал эту несчастную пробелочку строчку а написал эту штутку про гвидона и мы выиграли но я скажу еще тогда вам одну историю пусть меня из эфира выгонят и когда больше не пустят но я скажу вам замечательную историю как как побеждала дарья справедливость мы едем на этот самый квн литературный едем москву на улице баку ко мне подходит человек его звали володя портнов он был старше меня и казался очень пожилым джентльменом она была подваться надо было 40 маленького роста интеллигентный человек заводелом газеты бакинский рабочий серьезно это как наша правда и он был зав литературным отделом как ходили слухи в городе что он эрудит наизусть знает пушкина там гоголя и прочих достоевских он говорит юлик у вас литературный квн года возьми меня с собой болельщика хотя бы я вам пригожусь я буду володя . здесь не нужны знания но я пригожусь я думаю не будь свиньёй тебя пожилой человек просит москву ты везешь 200 болельщиков я бы поехали потом взял его на сцену он вышел с нами на сцену и ну раз взяли взяли работы пускай стоит а я никакой надежды нету но пускай стоит до стоит 25 чем кружок он стоит команда вот эта самая с которой мы говорили выходит в ряд и ха-ха-ха и хи-хи-хи я сразу понимаю что их ничего здесь не светит а в кого не была традиция сейчас ее нету делать заготовки что просто не мычать типа мы классику учили в школе мы возвращались к ней опять не вспомнили чего же море что я могу еще сказать но это нет это с них очков не получишь но хоть не красивый так не говоришь я не знаю я иду команде и вдруг и говорю заготовку какую-то на ухо мне и вдруг из заднего ряда володя портнов говорит я знаю а время же знаешь спрессованно тик так 30 секунд да как будто машина времени ягу что ты знаешь могут я знаю и что-то мне говорит а еще не слышу и у меня выбор то ли я прославлен к танка вен стол ты мордой с усами амбрюсы черные похож на продавца арбузов пойду и что я скажу заготовку и хоть не облажаемся и этот володя умрет от страха прямо там что-то скажет и скажет что я не облажаюсь идет от дома сцену выходит и говорит повторите вопрос пожалуйста а латка была принят такая игра но все понимают что время тянет и год пожалуйста и ха 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 и хи 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 он становится как школьник перед экзаменационной комиссии отдергивает пиджак и говорит люблю я парадоксы ваши и ха 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 и хи 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 что-то этот это саши и ишки мятлива стихи лермонтов из письма куда-то кому-то зал умер и умерла та команда что они были 300 процентов уверены что никто не догадается и вот так мы выиграли но просто к слову скажу что в нашей стране до сегодняшнего дня есть эрудиты сидя с гениальным режиссером моим другом андреем смирновым его супруга и замечательной актрисы мы сидели в хинкальной простите сочи и я и рассказываю эту историю почему-то оказывается они оба знали это стихотворение целиком так что касается не только портов умный человек я к саде такой идиот вот так дарья вы удовлетворены дарья вам исповедовался попреки всего время то времени мы сожгли всю пленку спасибо спасибо большое это было дарья а я сейчас хочу вспомнить из вашей биографии еще один фрагмент и прошу покажите нам сайт одного учебного заведения вот сейчас мы увидим если есть такая возможность этот сайт дело то что я не знал если он на азербайджанском языке но на русском языке он не открывается он открывается только на английском языке давай вот есть у нас этот сайт уважаемые коллеги сейчас ищут я просто хочу о чем поговорить вспомнить о том что вы же врач воду я написал кандидатскую диссертацию психотипу я кто по психотипу изучали на диагноз непростой так я то вы вот вы такой же как психокея то есть это вот это вот холерик сам визикте учатся пирамиды так это просчитываете что видать сразу ежесет 4 классический типа холерик смогли флегматик и меланхолик это не были белоколик вы не флегматик вы вот пикники холерик ну а кто вы тогда врач вы врач как вообще медицинский институт я заканчивал как врач назывался врач-лечебник дипломе врач-лечебник 6 лет ты должен потом специализироваться еще резидентура то есть то хочки кто хочет гинекологом кто кардиологом а я ненавидел 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 кровь пот и слезы блац в этот пирожки есть в морге вы его я у него сети до видел бросаться вот выходили в морг там родил ходил и резать дел это мой папа был великий врач профессор и у вас слова 7 гусман я старший сын и я буду по стать врачом по стопам и брат биша баба была профессором английского языка и биша стал переводчиком делили вас я вот врачом и все шесть лет я играл в квн у меня был театр я черт и знает что не делал изучал гипнопедию во сне обучение я вот вот это не любил все вот пожалуйста университет на рима на на рима на вода рима на вода но сейчас по моему про был раньше виды истут часу вот все я ему загрузки пожалуйста то есть вы являетесь его выпускником долл сделано с почетным профессором нет даже не почетный а давайте сделаем почетным я сделали пропаде в нечетный и вы диссертации всего 2000 долларов для и 100 студентов красиво написано до 7 видный этику привести в джон обиды сын вот я закончил джону медисы джонел медисы вам или не было такого а кстати ваниту а стоматологическим у другой институт в педиатрии было фармакология было но вы не жалеете о том что ведь врачебная карьера тоже неплохо было бы или все-таки кмн поломал неплохо было бы я же еще написал диссертацию вот я о чем говорю я три года я три года провел аспирантуре стал диссертацию под названием клиника психологические корреляции при церебральном атеросклерозе блин получили степень нет когда написал так переплел пришел к папе а я уже был к вен к вену кольца кого но папа был довольны что пришел стакет до скал папа я отпусти меня я не могу хочу быть режиссером и в общем было к вену меня взяли на высшие курсы хитр режиссер-фисторист в москву и я попал сюда волшебный невероятный берли и так до сих пор я находит а нет и потому что там киноартисты или звезды а потому что я увидел за два года все мировое кино из госфильмофонда там каждый день привозили и учили на фильмы показывали всего филинии всего бертолучии все вот это выжил вам все понравилось да и просто это было вы знаете это было ощущение такого счастья потому что что боку мы видели ну все как все это взять ну естественно там и польская индийская один французского это фильм взятый в кассе трофея после разгроба фашистских войск голливудские фильмы черно-белые у нас а здесь я сразу этого такой культурный шок потому что я был очень начитанный рубенок я против папа была библиотека в несколько тысяч табов я в 14 все прочитал причем даже за те что книги были запрещены а я читал я сейчас читаю люблю я не представляю себе чтобы молодой гусман я обошел сюда вот так вот вот за прогладку причем даже книги которые папа запрещал читать там золотой осел опулея опасные связи шедро да лакло гепта бероды декабирон декабирон бокаччо какой ужас а и также вообще-то так книги же были самое дорогое что может быть ну для интеллигентной семьи вот сегодня были хожу в мой любимый магазин москва на тверской туда прихожу брожу и и верить своим глазам все что хочешь таких переплетов и таком и если так и альбом я все это купил бы уже не успеваем все прочитать но хорошо посадимых как так перескочили так вы принесли папе диссертацию и она так и осталась я хочу просто рассказать вам историю докончить с книгами потому что сегодня вот когда мы ругаем нашу жизнь окружающую мы должны еще и хвалить потому что за границу попасть тогда было как лейскую премию потому что там книги там жюль верно или петрова то папин больной директор магазина подписанных изданий звонил голосово сечь я оставил вам подписку на дюба и вот приходили титова дюба но посада бусыдара бюлотека фантастики бюлотека приключений это было эти голубые синий зеленый коричневый товар сегодня никто ничего не читает сегодня читает только ну маленькая часть все в компьютере все молодежь а тогда это было счастье и вот я диссертацию возвращаясь закончил отдал и посмел на курсы вообще с курсами у меня связаны почти мистическая история когда был маленький совсем маленький папа с войны мой папа ушел на фронт ну как все на войну ушел и он значит вернулся главным врачом каспийской флотилии полковник капитан капитан пирог его значит привез патефон и пластинки 7 8 оборотов и одна пластинка называлась мост через реку квай фокстрот так что это я не знал это вот такая там кто-то свистел я обожала моя няня украйка обожала цыганку болтованку а мой папа обожал пластинку песню военного шофера может быть отдельным штатским лицам эта песня малости вдовек мы же не позаводим где мы жить не будем куда вы схожи дорог на путь дорожка фронтовая вот это и вот я с этой пластинкой рос 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 ставил оставил ставил ну когда-то пропало разбилось прошли годы когда плохие билетристы я постул на высшие курсы первые на занятия прихожу опоздал встречает меня наталья васильда ерошина завуч и выгод гусман вы что опаздываете у вас идут занятия я стою красный не 150 лет я закончил школу институт аспирантуру я сыграл в квн я чемпион я красавец я мастерскую и меня как школьника сейчас опять н.б. оп опоздал садись 2 на хрена я сюда приехал я поплелся значит на занятия мы учились в театре студии кино актера сейчас у нас есть там это была улица воровского сейчас павровская и единицкая и сзади был вход и такие то был детской комнат и маленький микрозал крошечный в четверть в четверть студии где был рядов 8 по 6 стульев и нам показывает а все это кино которое было украдено и хранилось госфрилево фонде какие-то проливы наверное и брежнев только это кино брежнев лучшего качества показывает какие-то тряпичные копии это было все равно пускай без цвета да я вот я первый раз прихожу туда на первый день занятий первые минуту открываю дверь тамбура обшитого дермантином ватную дверь закрываю открываю внутреннюю дверь и слышу шел великий фильм мостю зеку квай который вообще не знал что фильм вообще есть и вот это вот этот культурный шок этого такой даже не лифт а такой трамплин который я подбросил потому что все же мои московские конкуренты соплеменники и друзья они все бывали в cdl на елка в кремле в театрах современник таганка а я ничего я попал туда вот уже я приезжал поскольку только на экскурсию но и вот это и вот это было чудо и в этот же день послушайте я получил разрешение по своему удостоверению ходить в новый дом кино на васильевской смотреть кино на одно лицо правда не как член союза я не знал что я потом буду 16 лет его директором я пришел тот новый дом кино роскошный пришел фильм уже начался я зашел этот в это здание оказался убийственным прошел по этой лестнице поднялся туда где тамара леонида в окне дала пропуск это зашел а потом там алина у меня еще работала царство небесное пока не ушла я поднялся а тогда зал закрывался шторами я так голову просунул а дверь дверь вход как и сейчас у экрана и вижу сидит огромный зал огромный тысячи человек над ними луч света качки на проекционного аппарата сидят был просмотр закрытый просмотр закрытый просмотр какого-то амарокканского фильма сидят дамы и господа смотрят кино а я стою прямо возле экрана и хотя английский язык я знаю подробами слышно ра-ра-ра-ра по-американски ничего не понятно и бесстрастный голос переводчика переводит ты мать твою не мать твою как надо по-настоящему как вы знаете я тебя ты по и сидят женщины облилась ругаться присутствии женщины в баку это было в а эти сидят все и как дурь это шел замечательный фильм мэш это мэш это военноправовой госпиталь про хирургов в корее где каждое второе слово было сегодня все их знаете слова на букву f и кирилл разлогов и директор институт культурологии профессор а тогда пацан такой же как и я дуги пацану чек он переводил это было модно переводить как слышится так и пишется то есть и вот а потом познакомился в этот же день шерветом с квашой с высоцким с галли волчек со всем и потому что все там были а я был пиноков я был зло популярен вот тогда были ну и актеры друга знали а вот и я вот попал в этот мир людей которые не просто звезды как сегодня вот это попсятина а люди которых я безумно уважал безу безумно боготворил и оказался что я рядом с я их ну путь блачу на товарищ счастье было скажите возвращаясь к центральному дому 93 год вы же немножко все-таки тоже поучаствовали в политике немножко вот у нас есть фотография 1 попрошу сейчас ребят межрегиональная депутатская груда все началось еще восемьдесят девятом году такая вот замечательная фотография где но нет некая отдых после переговоров серьезных и ради отдых это у даже было заседать и дело в том что это вообще история невероятная я редко рассказываю своих героических вот давайте поступка понять как удалось это сделать что было очень интересно когда начали все события дом кино и союзки метрофистов уголь союз и дом кино были самыми либеральными и самыми как она и должно быть счастье так вы были провозвездниками всех реформ взлет и пятый съезд и в общем у нас домики но все кипело а все бурлило начало 90 конец восьмидесятых корбачёв ельцин и единственный чек кто не боялся из директоров это был я не может такой смелый хотя я вообще не трус но потому что что я известный кмэйщик заслуженный дети искусств и я и бас тогда вот они к вам обратились ли вы сами предложили слушать эта история такая мы провели первый с андреем спирдовым и с виктором бережко проявили то дальше писали союза совета тома кино провели первичность ложеницына вечер защиту литовской эволюции вечер но первые вечера вообще самый невероятный сахар и нас дергали мучили а вы говорили что вот швобода и и летом я позвонил ельцин он меня знал хорошо мы водил асфере тусовались и это значит у нас создана межрегиональная депутатская группа место нет а нас никуда не пускают 300 депутатов а нас не пускают ты можешь дом кино пустить я губы сказать с удовольствием до июля у нас даже стулья размонтированы не нужно собрать дать мне два дня я собрал всех кого можно собрать пришли люди ну простые люди там рабочие то уборщицы механики кондиционерщики там я говорю ребята мы поработаем вот бесплатно для на благо для революции все согласились мы за 24 часа запустили ново кино и собрались вот все эти вот видите юрий афанасьев сидит молодой все эти вот собрать сети невероятные люди которые сейчас кого забыли он будешь с кого забыли кого короче все и собрались и два дня у нас были они заседали вы не жалеете о том что у меня до сих пор на стене висит документ для будущего истории музей истории демократии в стране письмо номер 001 за подписи ельцина с благодарностью коллективу дома кино чтобы это сделать вы не жалеете о том что вы это сделали сегодня нет то есть вы почувствовали что вы участвовали в развале советского союза или это немножко я не участвовал за союза я я бы ни за что бы не дал бы его развалить потому что теперь нету не баку не пилиси и и гириги но де-факто получается это же это тоже никто не развалил он развалился потому что вот все эти глупости что горбачёв ельцин никто не вышел его защищать вот никто не защищал кому не сельскую партию все на лубянке попрятались никто не вышел у них вот табельный пистолет и никто не застрелился раз коммунизм тогда умер то он созрел умереть сожалению мне очень очень жалко но то что там произошло это был такой воздух свободы который до сегодняшнего дня вот ваша студия и все что хорошее а 100 оттуда эти книги в магазинах это журналы и газеты это поездка за границу это рыночная экономика какая-никакая это все оттуда а ельцин для вас кто а вы знаете я убежден что на площадях будущей россии будут стать памятники ельцину гайдару возможно чубайсу потому что они делали ошибки это очевидно согласитесь но это же смешно обсуждать история не имеется слагательного наклонения но как-то их не любит народ да за что их любить народу когда была страна в которой была какая-то пенсия формально бесплатная медицина формально бесплатно образовали по формально потому что ну какая была медицина другая страна появилась а сейчас как бы все есть но как бы непонятно сидим одной попой мягко говоря о лучшем жопы до двух стульях и изображаем себя чтобы вот так как раскоряку сказал путин то есть мы в капитализм них они шагнули а если не ушли одна наготовки народу было жутко в 90-е годы потому что все делалось впервые но вы же кстати потом еще стали депутатом вот дело то чтобы как депутат мы создали эту же историю и и горчич гайдар забрал нас несколько человек которые с ним вместе ну делали вот и самую создавали новую партию мы были в первой дубе доска что до момента никогда не дал столько неприятных людей как в первой государственной дубе сейчас правда еще хотелось быть тогда депутатом или вы за где был очень интересно то есть мы пошли по пассив я депутатам я был бессмысленно потому что оказалось что ни на что нельзя влиять что законы писать в то время как лдп ровцы и коммунисты которые было большинство сходят с ума в зале я я тратил огромное количество усилий чтобы убедить гайдара давать отпор в зале он просто не нужно юлик ну что это будем ничего будем в этот пускай не кричат визжат а вы были писать законы я егор даже в англии спорят и в общем я терпел терпел были сочувствующим депутатом вы же не писали законы сами я есть какой-нибудь за я был даже за вам прописан я был даже не все писали как убили придумали но я был за представитель комитета по геополитике и в этом сидели я сидел в этом зале и и слушаю как жириновский и там еще был покойный барычев депутат еще никак разоряются кричат я честно мне было так плохо от этих вот разговоров что я терпел терпел а через два месяца я сорвался и пошел в бой и очень хорошо воевал я даже замечательно сказала мне кажется шутку однажды жириновскому который разорялся по какому-то поводу очередного я сказал что долго что-то говорю полоскала что владимир львович а угол мы православные будем бомбить будем мы не решим бомбить сербию мы православные мы православные мы православные а он в эдричтейн это папа папе они жириновские я вот значит терпел терпел сказал владимир львович как православный православному не позорьте нацию пожалуйста и вот он немножко увял дать еще выбор легкая тема или трудная тема а мы колонисты для нас легкая сложная любая ну давайте тогда начнем с легкой немножко сделаем так а потом будет сложная я попрошу алла пугачёва юлия гусман есть у нас такое сочетание интересное 1982 год 5 сентября 5 сентября 1 мост мост телемост ссср сша который я прошу внимательно сейчас смотреть вот этот человек справа да это юли гусман все что удалось ребятки история длинная рассказываю пять утра нет не могу не могу я снял знаменитый сегодня фильм не бойся с тобой это отдельная передача вы знаете эту картина все ее знают я приехал ее сдавать так на двух пленках на двух пленках означает изображение отдельно звук отдельно изображение склеено из кусочков черт не знаю каких а звук отдельно у совет называется ху свет экрана телеобъединение о москве производства азербайджан фильма приняли картину на ура гений феллини ура памятник это правда борис михал щасин звонил юрий дунск валерий фридов моим друзьям и автор сценария что юлик сеттую картину мальчик мальчик я вас поздравляю все я уезжаю баку на месяц там другой делать на одной пленке идеальную копию сводится все выравниться изображение звук титры красивый привожу туда же сдавать чисто формально обычно один-два чек сидят принимать копию приезжаю туда защите я притащил под саму пленку и слышу сидят вижу те же люди я честно говоря подумал ничтоже субняшности что как им понравилось они хотят еще раз увидеть ну идет я смотрю они посмотрели и вдруг идиот убить пленку смыть режиссера повесить сжечь те же люди что видели это самое ни одного кадра ни одной секунды только лучше стало они вдруг мне глядя в глаза вот так говорят все наоборот я красный несчастный убитый выхожу за мной выскакивает куратор володя каста катасонов и говорит а ты что не знаешь его что не знаешь а вчера боря это вот хесин подписался как и псс под расписку закрытое поставление о запрете каратэ 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 и фильм этот здесь полно каратэ его нельзя пока понимать а не можете сказать об этом они гасятся фильм неудачный что делать иди на какой-то этаж в редакцию кинопрограмм там их режут на полку кладут я я напрягся как коньяк горбунок пары с ноздрей уши торчком какой пошел и сам про себя говорю ну ладно торковский лежит и я буду лежать на полке поднимаюсь туда захожу и сидит очаровательная женщина не риса до сев рук милая женщина там по 50 может быть чуть 50 больше садитесь юлик я сажусь как нравится ваша картина я думала мягко стелишь а жестко спать я говорю а каратэ такой каратэ там нет никакого каратэ вы же сами в интервью как-то не понял кому сказали что это азербайджанская народная борьба борьба гюлеш это гюлеш короче оказалась чудной женщиной ее муж был заводил иском партии поэтому она ничего не боялась она картину пропустила переозвучили одно слово но чтобы формально выполнить замечание я с ней подружился и с ней три дня провел в один день приходит человек с ашкибрской бородой звали его йосиф гольдин и привез письмо от посла ссср сша добрыгина многолетнего посла до лапину тогдащего министре ну писатель комитета провести первый космический мост ссср сша что там где-то 5 сентября собирается где-то фестиваль 500 тысяч человек они изобрели а это был стив джобс стив возник то есть эти будущие миллиардеры молодые ребята изобрели гигантский я помню на беда microsoft и apple гигантские краны diamond vision vision и они хотят ставить сигнал за пообщаться первым в истории космический мост лапин расписал юшкевичу обеспечить технику попову обеспечить это севру обеспечить контент была пятница вечер подписал и уехал и на моих глазах и на всеобщего телевидения это неприступная цитадель идеологии и строгих пропусков стала таять как айсберг под солнцем никто не знал что делать а она меня брала собой не насада как как конфидента и как значит режиссера а есть такой синдром психиатрии называется психологии синдром дико сэнда это когда кто-то говорит я знаю как а все остальные как бараны спаси нас спаси нас такой фильм посейдон все фильмы катастрофы кто-то ведь я знаю как этот из 15-летнего капитана и я пару раз сказал умный одну умную вещь сказал я сказал там собрать вот фото житвы с материалы в архиве про дружбу америке ссср и сделать шоу из лучших наших артистов и из молодежи и на глазах я стал превращаться в гаруна аль рашида на один день в золушку только забегая просто скажу что золушку догоняет одевает туфлику потом и делает ее принцессой а меня догоняет год ваша ваша туфлика и по морде но это было потом и защите я становлюсь сгодины практически дик хозяева телевидения я все это мы собираем монтируем я сказал собирайте мне 150 самых красивых мальчиков и девочек одетых в маечке в современной моде из мгимо и театральных институтов а я знаю у меня такое есть умение еще с пианино-скоризации я вот я там федерико астро я умею заводить значит толку это было видно здесь я делаю от души я вот просто у девочки хочу чтобы там те 15 зрителей или 15 миллион зрителей чтобы было интересно и хорошо хотя казалось бы то что я сижу здесь ночью и лапками махаю я вот лапал махаю лапками мы собрали бы все аллу пугачеву сняли с самолета в париж она пришла проклиная все на свете но и так понравилась репетиция которую а я там всю ночь всю ночь она вас полюбила там не меня а атмосфера была чудная мы все ночи танцевали плясали поскольку я не мог вести там не было модератора там не было мне было предусмотрен никто в бега который сжигали как бы я там я делал то что я убедилась я там должен превратиться в старухово шиву чтобы все это чтобы это все был праздник за одну дочь там же появился поздно нет никакого позднора это исторический парадокс это ошибка который слава богу мне удалось постепенно исправить хотя володя и очень помогал мне в этом никого поздно и вот был этот первый космический мост они появились на экране под утро мы появились значит у него ведь у нас под утро это было так и тесно замедли движение они махают мы там пляшем поем несколько групп рок-музыки выступала алла борисовна тогда аллочка касается пела мы плясали полный успех но это просыпаемся знаменитыми нашей мансарде посол артур хардман устраивает в честь нас прием значит мы любимцы телевидения хотя пускали впервые небо по пускам а по спискам что вообще нереально невозможно было тогда потому что все законы потом я делаю второй мост с гольдином сразу же а к третьему я ему говорю что необходим ведущий при всем том что ты говоришь по английски я группа английский но это не тот английский на котором можно представлять страну он говорит что есть на радио видовещание один парень он родился в там и там жил обе вот у него родной языком американский английский владир поздер пришел прелестный дядечка человек блестяще провел этот буквально несколько слов там не было много чего потому что эпоха поздера нас не началась восемь шестом году тогда были другие уже было это было такое пока эмоциональное до поздеровская эпоха да он объяснялся любви мне ко мне в том что какая атмосфера как я режиссер я его скажу что валдин вы гений вы потрясающий в общем все состоялось а получилось потом с позднего что-то или вы работала трагическая история меня пригласили возглавить новую главную редакцию кино мостов я поехал баку собирать вещи на вот такие два в жизни случай один в америке один вот тогда первый был тогда я был собирать вещи в боку просто я был титан мостов автор режиссер первый получил деньги за сценарий копейки правда через не 10 приезжать мой друг тима шрафов из москвы говорит слушай ходят слухи что поздно сметой делают космический мост с московского детского фестиваля без вас без нас я буду да ладно это это как бы о чем ты говоришь мне попов со слов лапина просил я субботу приходит бахтийский рабочий с программой телевизионной на следующую неделю там и написано космический мост сша автор ведущий владимир поздоров скакал вас под сидел скажем так не дружите я хотел его сначала убить так и очень жутко переживал но потом прошло время потом все это превратилось а мне было как обидно что он никогда и нигде не указывает что вот что эти несовершенные мосты были все таки он не участвовал я его взял на работу и я все удивлялся потому что объективно реальное то что стало вот явлением политики телевидения культуры искусства это стало с поздором я вот статье в огоньке который я сделал к юбилею 30-летнего мостов закончил так что конечно он то может был из-за иштейн космических мостов но братьями лимирами да были бы с ельским годином хотя мы не брать и даже не французы приятно познакомиться с работодателем владимира поздоров я я не работодатель но я точный был и чек а кто-то его были режиссер может какого-то в этом ведущий долл и он всегда до этого был так что да вот это была общая работа туманно даже википедии я себе переписывался потому что мне было обидно потому что не так много человек в жизни может похвастаться что он придумал очень годит придумал а я был с автором режиссером и организатором 1 туда еще пытаются отобрать все правильно если у вас я про обращение у нас еще есть видеоконференция вот поэтому вынужден вас немножко насажды будьте любезны выдайте нам пожалуйста о какой поздний вечер и красивый девушка здравствуйте вы откуда такая красивая я из москвы как вас зовут екатерина екатерина да а так интересно вы так грустно говорите о юморе так приятно а какой у вас есть вопрос киеве самовычу да да у меня есть вопрос если я не ошибаюсь а вы недавно завершили съемки продолжение вашего замечательного фильма не бойся я с тобой верно правда вы знаете если бы я был бы режиссером этого вот эта программа и если у меня была задача создать иллюзию как красивые девушки звонят и спрашивают то вы замечательно где они подбирают да катика спасибо а вопрос вопрос в чем стоит вопрос на самом деле прохи меня уже все знают я просто хотела узнать какие у вас еще на ближайшее будущее есть творческие планы на что можно надеяться рассказываю надеетесь во первых 8 марта я вас приглашаю на спектакль чек из ла-манчи с владимирю михайловичем зельдиным это американский мюзикл театр российской армии где актер которому 98 лет поет танцит танцует и пляшет и 10 лет назад когда я стал с ним ставить спектакль никто не верил что это вообще может быть так что здесь 8 марта у вас ничего интереснее приходите в 6 вечера театр российской армии я хочу еще к его столетию сделать спектакль потому что 95-летие мы сделали с исааком фридбергом еще один спектакль танцы с учителем про него и про тоже там музыкальный спектакль посмотрите если у вас получится фильм пока никак не могу закончить меня держит музыка которая пишет палат бельбулеглы но палат бельбулеглы не только друг не только исполнитель опять одной из главных ролей еще композитор но увы он еще и чрезвычайный и полномочный посол азербайджана в россии поэтому как у нее рвется в бой он пока скрывается где-то в районе посольства кстати можно назвать чрезвычайный полномочный композитор композитор и посол вот и кроме того проблема еще не сделана виртуальная графика там какие-то самолет летит там корабль плывет сабля пули все это сейчас делается я надеюсь что вот ближайшие месяцы эту картину это будет не мюзикл будет просто веселая добрая гусмановская кино я надеюсь да я не умею снимать тяжелый фильм поэтому никогда не могу рассчитывать на касский фестиваль только то что вам понравилось а планы пока вот только я хочу еще еще сделать юбилею владимир халки зельдино ну хотя бы 99 годовщине и столетию еще что-нибудь это будет тогда оба спектакля вошли в книгу гиннеса а это же будет книга всепланетного гиннеса потому что такого еще один спасибо большое спасибо большое приходите в театр спасибо вам всего доброго доброго слова кстати по по поводу зельдино у нас тоже есть этот фрагмент мы сейчас уже вы показывать не будем подпольно сняты чтобы вас не расстраивать вот великолепно конечно это фантастически ведь театральные работы я узнал знаю одного человека который был на премьере трех мушкетеров с вашем году вашей режиссуре это были те самые три мушкетера которые потом превратились и заводишь то что в фильм этот заявку писал я так и мне не дали снимать а вот как сказали что с юнгой тахилькевича вы тоже не любите нет нет и делить я даже не знаю что это будет вот тоже самый хейсин я это написал после 75 года заявку и пришли юрий ряшницев и баре крозовский мои друзья и сказали что вот экран сценарий принял на ура но не писать заявку по моей идее но говорят чтобы не дадим господь потому что он начинающий режиссер это гигантская работа как интересно я не знал а чтобы это был за фильм давайте так с прогнозем кто был узнать альянам я вам скажу что как это не обидно мне очень нравится первый фильтр мушкетеров и удачи кивичу мигкация боярска замечательный и у вас вы же наверно все таки предполагали кто будет гранина нам ничего не предлагал у меня был спектакль обалденный совершенно я все что в жизни знал умел читал слышал мог спереть украсть забрать она жить все было в этом спектакле русского сектора бакинского тюза фантастик это светящиеся краски кинофильм я снял специально когда артаньян въезжает город со шпагой и чтобы создать я купили мы за дикие деньги как-то достался в мир где-то но за уралом завод делал лампочки которых как будто пламя бегала мы набрали из них как табло то есть решили был крест светился а значит а королевские покои реальные какие-то люстры получались а мой друг из французского посольства научный атташе прислал из лувра настоящий то есть из парижа настоящий слайды версаля и лувра и вы их выводили и атос юра израиля бегал в оркестровую яму и включал эти слайды просто полное ощущение франции да то были просто на весь экран это был это правда это вот сейчас слава и прыгали они спускались на канатах с крышей а с балконов мы сбрасли чучело мушкетеров на гвардейцев и просто проход я очень хотел поставить в москве этот спектакль чтобы фехтовала вся площадь перед театром российской армии они дали бы не дали бы это просто сил нету как получать надо найти деньги это как бы это как создавать вот сетевизор это значит находишь деньги находишь камеры ремонтируешь а потом наслаждаешься что приходит какой-то гусмоноид и что-то хрюкает вот это вот тоже самое сам себе пас пожарил сам поел вот в финале нашей передачи но неужели всего меня нет финал у нас первый финал на что как в театре 2 ложный грустно надо историю затронуть я вот хочу все-таки разобраться посмотрим сейчас была такая программа на медне но не цикл а уже как информационная новостная вот об одной премии поговорим вы должны сегодня нам немножко разрулить это дать эту информацию давайте посмотрим сегодня как раз и было подведение итогов первого тура двадцать шестой церемонии ника ника вот сейчас мы посмотрим фрагмент ну уж не сломайте нас строго давайте вот сейчас это у нас оттуда ли у нас началось этот фрагмент нет чуть-чуть да 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 только вот это не тот нам кусочек дают нет не тот кусочек надо а больше ничего нет у вас ребята да жаль жаль как раз тот кусок который но так бывает знаете как у в кино до лежать прожит на золотой орел да вот не выдержать вот вы мне объясните я так и не пойму для себя вот есть оскар тут недавно на одной из радиокомпании даже общались что вам ближе оскар золотой орел или ника за кого вы бы вы голосовали создаются впечатление со стороны что уважаемые люди да люди профессионалы чет там вот как банки в таракане вот вы мне скажите при карты в банке а бабка в таракане это это хорошо банки таракане это продаж банковскую систему банков тараканы в банке а что происходит приходило происходит чтобы еще очень простая 27 с половиной лет тому назад в эпоху советского союза 87 год 8 мой год я придумал профессиональный приз русских метрофистов мы ничего не знали про оскар кроме маленьких сообщений что где-то что-то там вручаются и пришел с этой идеей до секретарят 5 после пятого съезда я был любимцем и главным организатором членского счастья всех фестивалей все все всего и рим климов тогда еще лидер наш замечательный великий русский режиссер сказал хорошую очень идея секретарят весь поддержал но ничего нет денег нет ты сейчас это еще не был директором через год стал идите делайте как хотите мы пошли поехали к сереже микульскому с андреем плаховым критиком которого поручили тоже это делать нашли там значит у него эту крылатую богиню был конкурс как ее назвать пришло 200 предложений самое смешное было у миша шумова крылья советов но все-таки прошло бы и предложение не кабаги и победы вероника лица журавли он такой она не даже немножко англоязычный ханика тоже дико и тут красиво и как греческая за человек греческо англоязычная это дайки это будут туфли и кеды короче говоря дело пошло потихоньку и пошло пока первую нику мы делали вообще ничего не знаю как делать то есть мы понимали все смысл был в том что мы сейчас это как бы уже общее место и мятый пар но был смысл в том что судят тебя не правком не местком не спорткомитет не цикапартии не государство а твои товарищи коллеги коллеги по работе это было потрясающе что вот и вот первый 150 человек на секретаре выбрали они составили этот совет этот первую академию как бы назвали а потом и первый восемь восьмом году получил за приз 9 номинаций получил фильм покаяния ты не забыл отца это было революционное кино революционное время и первые годы там там 10 лет там скотом ника была одна и набирала силу села то прилетел час один случай подожди нас еще до утра еще до 8 марта вообще сидим отдыхаем на кого-то последние зрители заснулись сидим нормально болтаем короче говоря появился а мы очень дружили с никита михалковым все было что ну не будет не дружили близко но славный парень все но в общем когда он стал во время союза кимитрофистов он резко изменился он быстро почувствовал себя начальником уже еще режиссер и режиссер и постановщики все начальники а я никогда не чувствовал никаких начальников потому что вот как я с вами разговариваю и так совсем разговариваю и потому что такой инфантерии был такой смельчак весельчак я просто не умею гости нас спасибо отсидать а чем более некий то все чудо это были длинная история не хочу поскольку здесь нету оппонентов я не могу рассказывать не про финал 70-го года баку одесса который считает что они победили а выиграли такие истории сказать не люблю даже не про поздно рассказал только потому что она уже далеко дошла до история была сложная мы хотели ступнике 100 приз дико снова стал призом сузы кимитрофистов они независимым а потом все сама сломалась полетел не туда и вот именно вот для того чтобы полностью собрать на руке все тузы то есть московский фестиваль все поднять вот он был создан прямо слепок откровенно на зло вот точно такого вот а он пытался поговорить сказать юлий вот у нас такая идея давай может быть вместе сделаем сами это я не хочу рассказать то что подчеркиваю в это будет моя версия который можно мы же ты решили но потом секретариате он все сам поломал сказав чтобы все переделали начался спор не получилось в общем потому что но есть люди авторитарного мышления их много я тоже не зайчик но если люди которые вообще не считают правильным не в политике мы знаем таких людей и у нас и такой вот человек который прав неправ дот как лось идет до конца тем более что бывает и правда и неправ но просто ника переживала одно время и очень хорошие дни потому что много гадости придумалось про неё что на деньги березовского который вообще не видали в жизни это все но она выстояла выдержала и сейчас она путь 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 не став богаче и став формализований осталась практически единственным независимым институтом определением хорошего вкуса кино вот сегодня гостиницы юность именно сегодня было подведение первого тура итогов голосования 26 ники и было там весь цвет кино вопрос было я сидел там я вел собрание да там было чем 200 250 всех людей которых сейчас мы видим раньше соски утрофистов была огромная работа семинары большего матвеевская поездки встречи все еще с такого нету покровим учет не знаем и это было вот ощущение боженику придумали для счастья для радости сейчас для продолжается что ощущение что вот вот мы все-таки вместе и 2 апреля будет 26 дико а там я сегодня слышал информация что кончаловский прошло что это означает ничего не означает просто баб у нас был первый президент виктор иванович бережко 14 лет был президентом потом до сочи рязанов и потом сейчас два цикла александрич баталов а у нас по уставу рекламе два цикла будет уже прошлого года 7 владимич который ну более чем замечательный человек и педагог и и в общем он давно год назад уже просился мы вам говорили вы просили и в этом году академия предложила совет академии андрей середович кончаловскому стать президентом академии и он он дал добро да вот участие в выборах очень официально письмо за границей как интересно и и вот а нас к что это бекаться не знаю как для него для нас это серьезный шаг вперед потому что авто его не только авторитет и зыблем и как режиссера и как организатора да еще у нас не хватает может быть рук дотянуться до лос-анджелеса до лондона и парижа а кончаловский в этом смысле и в общем да пока это его включили в бюджете голосование и уже сегодня в 621 адрес уйдет анкета второго тура и должны проголосовать за него за него или можно писать другого они но рекомендации совета вот то что мы имеем право это вообще в этом году бы по замечательным и козы сделали у нас такой есть приз помимо чести достоинства кстати который в этом году получит замечательные люди и кимитрофисты глеб панфилов и до чурикова и на чурик и глеб панфилов мы их не стали разделять а еще мы решили у нас есть такой приз второй такой же по значимости за выдающийся вклад в отечественный кинематограф и мы решили назвать его именем нашего друга брата и гения алисея юрича германа и вот первый приз имени алисея германа в рамках ники получат в этом году тоже такой удивительный тандем вадима дрошитов и александр миндадзе и за телевизионное кино прекрасный фильм он уже получал нику за ликвидации сергей русуляка парамада василия гроссмада жизни судьба а еще в кокусе участвует сокуров и орда и шахтазарова не рассказывайте потому что это все пока в этом ответе это никаких тайдет а я тогда не рассказывали когда и сам скажите вот сейчас честно откровенно а когда-нибудь михалков и гусман смогут подать руки друг другу и я сделал директор учитель бы подаем друг другу дело в том что на мой взгляд что талантный режиссер замечательный актер обаятель человек прекрасный теннисист красавец мужчина дворянин и все остальное мне кажется он немножко как бы сказать он немножко ощущает себя все время царем барином хозяин ситуации над классовой борьбой а а есть люди я к нему тоже отношусь которые никакой диктат то есть условия авторитеты все признаю а вот это я не понимаю и не понимает дело то что академия вот то что называется какая это академия сообщества людей которые собираются раз в год чтобы честовать своих коллег которые нам кажется много чего успели в этом году придумали для добра вещь не должна существовать для чего-то авторитета для чего-то для чьих-то амбиций для чьих-то тщеславий я вам скажу что вот я никогда не пытался стать во главе академии хотя наше время с помощью технологий выборов отработанных на высших инстанциях это делается вот легко мы никогда наша игра абсолютно прозрачная у нас ника пользуется с этой репутации почему потому что но есть святого нельзя детей обижать я старушек бить нельзя нищих обманывать нельзя друзей подводить и нельзя превращать дело придуманное для счастья и радости не в бизнес и не в инструменты своих мелких страстей и страстишек я так понимаю что это говорит не только режиссер не только руководитель театра не только актер кино все-таки одна роль была да это говорит не только красавец жюри квн это говорит еще врач нет это извините запасность это говорит гражданин потому что если во всех остальных ситуациях мы не будем позволять собой нигде манипулировать не обязательно быть франдером борцом и революционером просто мне кажется что вот чувство достоинства такое как у владимир михайловича зельдина его герои героя сервантеса такие как у дартаньяна то есть если сможешь проносить опять прошу извините а столько так мало говорил красивых вещей скажу если можешь в себе сохранить не только душу ребенка но и шпагу героев своих любимых книг хоть чуть-чуть и не до конца сгибаться не до конца продаваться и не до конца унижаться то репутация у тебя будет чуть и можно даже больше через и ты бы достиг миллиардов и самолетов пароходов а вот а вот все бы знали что а это жулик а это жулик и вот и хочется чтобы не быть жуликов шок в смысле слова и вот я думаю что нам пора заканчивать заканчивать я просто предлагаю вам закончить следующим образом я могу себе позвольте таки одна актерская работа у вас была приятно режиссеру вот задачу поставить вот если бы у вас была возможность ну категорическая обязательно надо выбрать кого-то из четырех мушкетеров кем вы были в этом образе чтобы вы сказали всем нашим сети зрительницам вы знаете я вот что скажу что с возраст юных пионеров я никогда не отвечаю на вопросы типы какой ваш любимый праздник ваш мой мой день поздравьтесь с новым годом я просто скажу не от имени мушкетеров от свое имя и если не сети зрительницам а всем тем кто этом этой возможностью владеть новыми технологиями это большое счастье потому что совсем недавно сетевизм пришел нашу жизнь и сегодня для меня неотъемлемая часть потому что у меня на опять и есть это вот специально сетка это паути 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 паутина почему-то я нажимаю к эту сеть я могу видеть и слышать почему бесплатно эту историю мне кажется что все это делает первые шаги в нашей стране но это здорово потому что эти коммуникации кого-то пугают кого-то настораживает кто-то считает что это большое око большой брат большое ухо а я убежден что также встречали и паровоз и пароход и автомобиль прогресс просите за модальность нельзя остановить и вот дорогие сети зрительницы и дорогие сети зрителей вы сегодня держите в руках инструмент этого прогресса и он будет развиваться я надеюсь что еще на этом сеть те визорном пути вас и нас всех ждет много радости успехов если бы мушкетеры бы дожили до этого дня они подписались бы это вот словами спасибо большое что потратили если вы кто-то еще не заснул потратил это время и были стали до свидания спасибо большое юлия гусман а это была программа есть такая тема и есть такой юлия гусман всего доброго спокойной ночи 23 часа 8 минут пока